приветствую вас наши дорогие друзья и как вы знаете данный урок это урок вместе с подарком который я специально подготовила к нашему дню рождения благодарю вас всех кто был с нами эти непростые для нас два года мне очень приятно вам сделать этот подарок это небольшой набор осенний набор так как осень день рождения осенью в наборе пресеты для камеры raw и для lightroom подборка наложений текстур и осенних же элементов и этот видео урок представление этого набора обрабатывать мы будем прекрасную фотографию фотографа андрея дедюре друзья не поленитесь зайдите к нему на страничку и посмотрите какие замечательные работы делает этот фотограф спасибо ему за предоставленный материал в итоге в ходе применения данного подарочного набора у нас получится вот такая яркая с необычными в какой-то степени цветами но надеюсь обработка вам понравится и мой небольшой наборчик будет вам полезен давайте начнем а начнем и друзья как всегда с камеры raw и на этой же фотографии которую мы будем обрабатывать я продемонстрирую пресеты которые приготовила вам в подарок для обработки же этого изображения я применила пресет под номером 1 открываем изображение с примененным пресетом фотошопе и первым нашим действием будет кадрирование изображения здесь композиции все очень правильно все очень удачно лишь слегка я хочу уменьшить изображение снизу слишком большое пятно у нас позади модели слишком много светлого произведем небольшой монтаж фона возьмем инструмент ласса вырежем кусты слева скопируем их на новый слой и трансформируем и деформируем данные кусты чтобы это белое пятно немного прикрыть следующим шагом немного поработаем над моделью фильтре пластика далее воспользуемся ну волшебный просто функции в последних версиях фотошоп отделим объекты от фона то есть вырежем наши модели далее размоем немного фон даже не размоем а добавим на фон интересные баки с помощью плагина снизим непрозрачный слой из баки и закроем этот слой черной маской а взяв белую кисточку выборочно проявим размытость на фоне применив следующий плагин добавим объема и усилим детализацию на изображении также действие этого плагина мы снизим снизив непрозрачность до этого слоя и работая кисточкой по маске проявим лишь выборочно включим корректирующий слой кривые и усилим светлые участки на изображении а ретушь модели друзья произведем с помощью всем известного плагина ну вот а теперь у нас вступают в работу наш набор и воспользуемся первым экшеном уберем излишнюю желтизну с кожи модели у нас осень возможны желтые рефлексы и переизбыток желтого на коже этот экшен поможет вам это быстро откорректировать включив следующий экшен выполним тонировку а чтобы оставить тонировку лишь на фоне воспользуемся вырезом модели активируем вырез и перейдя на маску слоя с тонировкой зальем вырез черным цветом то есть на модели тонировка действовать не будет давайте просмотрим как у нас выглядит изображение с тонировкой мне кажется лучше потому что до этого девочка с собачкой просто как-то сливались с фоном следующий экшен друзья очень интересный я специально подобрала заливочки с цветами которые гармонируют со синими цветами и оттенками запускаем эту операцию у нас появляется папка где есть несколько цветных слоев включим данный синий слой зальем маску черным цветом и белой кисточкой будем выборочно проявлять в основном я проявить хочу это на небе на дорожке ну в общем на дальнем плане розовые и желтые цвета я также закрою черной маской желтый я прорисую только на плащике девочки сделав его желтее и ярче а розовым я нарисую румянец на щечках девочки и сделаю поярче губки друзья напомню по черным маскам мы всегда работаем белой мягкой кистью спасибо и включив следующую операцию добавим в изображение мягкости свечения и насыщенности и еще одну чудесную операцию друзья включим с вами она добавит нам в цвета осенней приятной ванили ну и довольно простой но нужный очень экшен который сделает виньетку на изображение воспользовавшись фильтра умная резкость добавим резкости в картинку и закрыв резкий слой черной маской белой кисточкой проявим резкость и чуткость только на наших главных моделях воспользуемся материалом из набора друзья добавим в изображение эффекты текстуры наложения и элементы сначала перенесем в это изображение летящие листики их очень много здесь излишки листьев я черной кисточкой вытираю по маске этот световой эффект я в этом изображении использовать не буду просто хочу показать как можно его применить на изображениях а вот текстуру я применю к нашей обработке поменяю режим наложения на мягкий свет и по маске с моделей действие текстуры черной кисточкой вытру на очереди у нас финальная коррекция кривыми этот прием друзья я показывала в недавнем своем видео уроке в недавнем своем видео уроке еще один корректирующий слой кривые включим и осветлим слегка модель и мне кажется шарф слишком бросается в глаза поэтому включив корректирующий слой выборочная коррекция цвета красных я немного цвет приглушила ну на этом друзья наша обработка и демонстрация возможностей моего подарка небольшого наборчика закончена далеко не все возможности я продемонстрировала пожалуйста экспериментируйте пробуйте возможно у вас появится желание поделиться своими экспериментами мне будет очень интересно на них взглянуть еще раз большое спасибо что вы с нами друзья и благодарю вас за ваше внимание всего доброго вам и до новых встреч и 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